Коллеги, здравствуйте. Я рад всех приветствовать. Знаете, у нас в начале я все-таки немного займу время собрания. Я хочу на сеть сделать, я традиционное обращение всегда делаю по итогам месяца. В этот раз я решил сделать это публично, и вы заодно вживую послушайте. Хорошо, если никто не против попасть в кадр, что называется. Это где-то до 7 минут займет. Поэтому заодно послушайте. Это, я думаю, вживую всегда интереснее, чем по видео посмотреть. Закончился сентябрь месяц. Мы видим, что он закончился рекордным для компании. То есть результаты абсолютно там практически больше 50% городов установили свои рекорды. Понятно, чем это обусловлено. К сожалению, когда такие пики происходят, значит что-то произошло. Понятно, что произошло. То есть все клиенты пытались завершить сделки. Мы это видим, чувствуем, откровенно говоря. И неудивительно, что в некоторых банках крупных до 500 тысяч было количество клиентов, которые имели одобрение, но не получили ипотеку. Понятно, что в августе-сентябре все они реализовали. Вы это, я уверен, тоже здесь почувствовали, что называется. Дальше. Следующий момент. Мы видим, как в целом в России, в частности, в том числе, не только в России, в других соседних странах, очень много инвестиций происходит в сферу недвижимости, потому что где-то другим активам все меньше доверяют. Это тоже объективная совершенно реальность. И люди там хотят вложиться. Мы это тоже видим, фиксируем. Далее. Все-таки постоянные слухи о том, что ставка будет повышаться дальше, о том, что господдержка, ее уже начали немного, все знают, с 15-20% взнос первоначальный. Они, конечно, тоже людей стимулировали все это делать. Это такой серьезный фактор. Далее. Как дела там непосредственно в нашей компании и вообще, что ожидает с рынком, как нам кажется? Во-первых, я думаю, многим интересно, как вообще дела после того, как ставки так поднялись, что происходит с клиентами вообще? Может, они вообще перестали все там хотеть брать ипотеку покупать? Нет, все нормально. Я вам цифру сейчас озвучу. Последние 2 недели у нас проходили примерно в тех же темпах, что июнь месяц по новым заявкам на ипотеку. Если сравнивать с октябрем-ноябрем, то рост составляет 20-25%. Чтобы все понимали, насколько даже при таких ставках ситуация в целом достаточно благоприятная. Это такой серьезный индикатор. Далее. Что еще там на рынке такого глобального происходило? Слушайте, цены растут. Я уж думал, что цены не могут расти такими темпами, но мы видим по всей России стабильно 1-1,5% в месяц цены росли. В результате мы сейчас фиксируем, что за последние 3 года цена, допустим, в России поднялась почти на 60%. Суммарно. Можете себе представить? Но вы, я уверен, тут тоже все это чувствуете. Сколько сейчас в Анапе однокомнатная за квадрат? Где-нибудь в центре? 180, 150, 160. 150, 160, да. Согласитесь, года 3 назад еще она, наверное, была 110, что-нибудь такое было. Даже меньше. Меньше 100 было, можно было купить. И так по всей России, откровенно говоря. То есть цены сильно выросли. Но это мировая тенденция. Это происходит, мы видим. Поэтому мы считаем, что цены на этом достигли все-таки пика. Потому что, понятно, при таких ставках все-таки нам кажется, что цены дальше расти не могут. Теперь насчет дальше в целом потенциала рынка. Исторически рынок всегда так устроен, что он цикличен. Последний, где-то начиная с коронавируса, просто рынок был шикарным. Согласитесь. И мы все к нему привыкли. Я уверен, что все привыкли. Знаете, там супер доходы. И сейчас, когда он будет немного падать, первое время может показаться, ну что такое творится, да, там, и как это вообще теперь работать с таким количеством клиентов. На самом деле мы просто возвращаемся к нормальному рынку, как я считаю. Каким мы должны быть. Я согласен с ЦБ, что рынок перегрет, откровенно перегрет причем. И надо что-то было так или иначе с этим делать. Поэтому для нас, как мне кажется, это хорошо, как ни странно, да. Потому что если бы ситуация дальше продолжилась, мне кажется, у нас бы уже квартир не осталось на продажу. Все согласны, нет? То есть просто последние месяцы какое-то вымытие стало происходить. Мы это видим, видели там по всей территории России и так далее. Если в целом говорить о компании, то потенциал хороший везде и в Казахстане, да, и в Узбекистане, там, в Белоруссии. Мы сейчас открылись на самом деле. Хорошо у нас Дубай тоже наконец-то начал работать. Вот там летний месяц чуть так это своеобразно прошли. Сейчас все там налаживается, да. Вот мы сейчас даже в некоторых странах Европы планируем открыться в ближайшее время, в частности в Болгарии. Вот тоже потихоньку туда начнем двигаться и развиваться. Вот что касается клиентов. Значит, у нас хотел похвастаться по сентябрю доля клиентов, которые пользуются личным кабинетом, составила 30%. Так, поднимите руку, у кого клиенты уже тоже частенько личный кабинет? Пока не так много рук, да? Вот. Ну, слушайте, ну, уже вот каждый третий, да, это уже статистика. Я данные Анапы посмотрел, она пока чуть отстает, да, в общем количестве, но будет, я думаю, дальше развиваться. Поэтому это тренд. Люди хотят там быть, хотят узнавать всю информацию, как и что происходит. Дальше. Мы, все знают, переходим там на новую систему уже в ближайшее время, я думаю, часть городов начали уже переводить. Наша новая CRM, она будет крутая, мощная, хорошая. Мы там обязательно будем эффективно работать. Далее. Мы, как система, очень много вкладываем в обучение, потому что, я считаю, когда рынок станет нормальный в целом, надо всем учиться. Правильно? Согласны? Я знаю, что мы и так много учимся, все, я думаю, согласятся, да, но нет предела совершенства. Вот поэтому всех призываю к этому. Сам всегда активно обучаюсь, развиваюсь. Я считаю, что это нормально. И последний компонент, чтобы там долгое время не занимать в начале, да, собрания, как мне кажется, самый интересный. Мы видим, как работа сейчас клиентом станет дольше. У нас есть один минус, мы привыкли работать быстро. Я думаю, многие согласятся, да. Когда такой рынок, ты даже можешь выбирать клиентов, что уж там говорить. Я думаю, ну, есть такое дело. Ну, слушайте, это логично. Когда мы в моменте не можем, там, когда рынок растет, там, в два раза по объему, да, буквально за два года, понятно, сложно пропорционально увеличивать там мощности, да, то есть, чтобы мы это обслуживать могли. То есть, так же и риэлтор, ну, не может он там 24 часа в день работать, отдыхать, всем нужно, я считаю. Вот поэтому здесь, но клиент сейчас станет, работа станет дольше. Поэтому большая просьба, там, по всей России, по другим странам обратить на это внимание. Меняется технология работы с клиентом, она становится долгой. Вот, и это тоже, мне кажется, современный тренд, это правильная конкуренция. Вот поэтому, в целом, взгляд будущий оптимистичен. Риэлторская профессия, я считаю, она правильная. Она такая, две базовые потребности, еда и жилище, все согласны. Я думаю, что покупать недвижимость будет всегда. То есть, мы тут, я в этом уверен, это такая фундаментальная отрасль экономики, у нее очень большие мультипликаторы. Мы видим, как государство поддерживает, и нет никаких сомнений в том, что тот, кто решил стать профессионалом, он будет всегда иметь хорошие доходы, отличные взаимоотношения с клиентами, уважение внутри и хорошая профессия. Вот, поэтому непосредственно теперь компании. Мы, понятное дело, берем активную стратегию, то есть, я знаю, что и в Анапе тоже, там вот Сергей только что прибыл, да, я так понимаю, берет очень тоже активную стратегию, будут развиваться. Вы уже сделали огромный успех последние два года, посмотрев, вы у нас один из лидирующих городов по сети, по темпам роста, ну и там прочих параметров. Это круто. В целом, мы тоже молодцы, хорошо развиваются, поэтому будем активно развиваться. Компания проходила предыдущие кризисы, вы знаете, мы всегда очень сильно боялись в начале любого кризиса. Я честно признаюсь, видать бы молодым управленцам в начале во все тяжкие. Так, людей сократить, что-то еще сделать, да, там давайте, давайте там спрячемся. Сейчас я понимаю, мы должны работать системно, стабильно, мощно, да, выстраивая долгосрочные взаимоотношения с рынком, с клиентом, уверенность для сотрудников. Поэтому в этот раз компания, во-первых, считает, что такого, как такового мощного кризиса нет в недвижимости, он просто вернулся к нормальным уровням. Во-вторых, мы сохраним свою вот эту инвестиционную привлекательность, мы будем развиваться. Я считаю, это жив всегда должно быть лучшее место для работы, для самореализации сотрудников. Вот, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Так, на этом спасибо в этой части. Так, все, переходим дальше. ...выучается лучшим сотрудникам компании.